антон емельянов сергей савинов мир каррика книга шестая сердце мира текст читает олег кейнс пролог за спиной угасала поставленная боза веса а мы бежали спасаясь от наступающих нам на пятки отрядов нового императора и как медея смогла и сама из плена выбраться и лысому помочь достичь новых высот аж завидно а вот мы с боб похоже этот раунд проиграли пусть и благодаря теневому миру не в сухую даже сохранив статус кво но о том на чьей стороне сейчас сила даже спорить бессмысленно код сохраняющая силы зелья каррика позволяет даже говорить на ходу чем почерпнувший прозвище у племянницы сапогов и решил воспользоваться кто это был твой покровитель и почему медея так хотела тебя уничтожить ты ей перешел дорогу и когда это она стала твоей темной а вот и воскресшая даша спешила вернуться на нашу старую позицию и наткнулась на наш наступающий отряд неожиданно получилось впрочем надо отдать ей должное соориентировалась она быстро я огляделся по сторонам похоже многие не отказались бы задать эти вопросы просто их опередили а ведь есть еще и ард для которого хозяйка ночи долгие годы была единственным хранителем их города что он думает по поводу всего этого противостояния черт наверное впервые за долгое время я не уверен до конца что нужно сказать ведь раньше казалось что если меня готовы выслушать то я обязательно смогу повернуть все в свою пользу руки невольно сжались но так и не смогли сложиться в кулаки помешала книга которую я оказывается до сих пор крепко держал может быть вот оно решение вы активировали psy силу стартовое значение характеристики 0 доступен конструктор меток добавлена метка psy активные метки обман легендарная основная psy начальная искусственный бог улучшенные добавлен режим восприятия psy всего пара строчек но вот только почему то мне кажется что они могут изменить очень многое не удержавшись я тут же попробовал выбрать в качестве основной метку бога не получилось похоже как и раньше тут будет нужно сначала повысить ее уровень а а вот лимит характеристик поднялся сразу получается каждый из моих параметров можно будет поднять на 150 а потом и еще выше что еще новый навык сразу и без каких-либо дополнительных затрат вы активировали psy восприятие василий именно в этот момент арда решил напомнить мне об уже заданных вопросах и напряжение в его голосе показывала что он как я и думал до сих пор не решил до конца что делать дальше антон дарвин арт основные паттерны на текущий момент сохранить верность медеи вернуться доложить что покинул кота сразу как узнал правду опасения не познали сохранить верность коту использовать ситуацию чтобы нарастить свое влияние выяснить про источники его силы и попробовать перехватить контроль не рисковать увести своих людей чтобы сохранить самостоятельность и возможности для маневра полнота информации по блокам 25 процентов скрытые паттерны недоступна жизненные установки недоступна обалдеть так вот как та же майя видит мир ей не надо догадываться о чем думают люди она видит это напрямую а потом просто напросто усиливает или ослабляет нужные ей блоки у меня конечно пока нет ничего способного проделать подобную операцию приемы мастера кадавров слишком грубы да и не хватит мне сил пробить защиту арда но это и не обязательно можно ведь обойтись и без магии одними словами особенно теперь когда я знаю что надо говорить ард не волнуйся я помню о твоих людях застрявших в мертвом мире и несмотря на запрет императора я обязательно найду способ их вытащить а вот и мой первый ход командир ведь забыл о части своих подопечных а я напомню убив сразу двух зайцев для начала вычеркнем из его плана третий вариант пусть вспомнят что без чужой помощи ему никого не спасти но и конечно просто выбьем из колеи насколько я узнал арда он как раз обычно не столь эгоистичен так что такая вот забывчивость может оказаться сюрпризом и для него самого но вот как поступить дальше пользуясь небольшой паузы в разговоре и в нашем торопливом бегстве возникший пока люди подбирали свои отложенные перед боем надгробия я быстро пробежался взглядом и по остальным своим попутчикам виталий хвостов основные паттерны на текущий момент ждать приказа поддерживать дисциплину взять инициативу на себя возглавить арьер-гард для сдерживания преследователей вот ведь черт я искал какие-то тайные замыслы а тут человек размышляет не пожертвовать или собой олег сапогов основные паттерны на текущий момент вернуться к сартру он должен видеть мою верность продолжить слежку за котом сначала надо собрать больше информации следовать за котом медея украла свободу сартра и нашего родного парижа и только этот человек способен вернуть все на круги своя а вот у последователя генерала так и следовало ожидать нет никаких намеков на верность мне хотя судя по третьему варианту если все правильно подать я еще смогу какое-то время рассчитывать на его умение дарья сапогова основные паттерны на текущий момент идти за котом и копить силу как его темная раскрыть тайну багромяна и увезти от кота конкурентов интересно я не умею читать мысли но даже так проскальзывает что-то интересное значит дальше пока не планирует меня предавать а еще она опасается что мне на хвост сядут другие темные и для того чтобы от них избавиться даже готова поделиться каким-то секретом причем судя по увиденному мной имени очень и очень непростым надо будет потом с девушкой обязательно поговорить на эту тему олеся морозова основные паттерны на текущий момент идти за котом самое краткое описание но почему-то оно одно из самых приятных как будто она даже ни в чем не сомневается впрочем в описании есть еще про скрытые паттерны которые я пока не вижу так что все может быть не так идеально как кажется на первый взгляд но сейчас не это главное кажется то что надо будет сейчас сказать начинает обретать реальные формы вы спросили кто мой покровитель это один из учеников карика как и медея но в отличие от нее он не поддался влиянию бога обмана и сохранил верность своему учителю все же и так слышали разговор этой парочки так что незачем скрывать очевидное лучше еще раз повторить но расставить правильные акценты в том числе напомнить и про бога обмана мысли о котором я увидел когда пробежался новой способностью по обычным воинам моей небольшой армии я уже хотел было переходить к следующему этапу моей речи когда руки сжимающие полученную после изучения книги пси силы закладку внезапно смогли ее развернуть разве такое возможно взгляд вниз это немного сложно сделать на бегу когда мы уже опять начали набирать темп но оно того стоило да это же самая настоящая карта да еще с небольшим посланием лично для меня василий рад что мы оба смогли выжить в этой небольшой заварушки к сожалению в ближайшее время я не смогу тебя прикрывать амидея рано или поздно найдет способ обойти данное слово так что если хочешь выжить как можно быстрее доберись до сердца мира вы еще почему-то называете его точкой выхода там ты получишь силу что поможет тебя защитить и найдешь ответы на все вопросы не проиграй и да в то место можно будет прийти только вдвоем так что постарайся не ошибиться с напарником бо вот такая вот короткая записка как будто специально написанное для чтения на ходу с такой же короткой подписью но сколько всего я сейчас вот так вот неожиданно понял ведь бой явно написал ее заранее процессе тоже медей не дала бы ему отвлечься а значит он знал самого начала знал и про ловушку устроенную для него хозяйкой ночи и про проклятую книгу у меня за пазухой и про портал в котором он сможет скрыться правда почему-то не стал просить или подсказывать как именно стоит ему помочь а как будто ждал что я сделаю это сам но да это совсем другой вопрос карта жнецов я уловил взгляд арда брошенный на сжатый у меня в руке кусок бумаги жнецов вот это поворот ну да они есть у каждого из этих убийц и они по ним постоянно пытаются куда-то добраться наши правда судя по всему так и не преуспели и еще одно открытие если такие карты есть у всех жнецов и в каждой из них есть совет про поиски вдвоем то становится понятно почему они работают именно парами учитель и ученик кстати может быть наши местные жнецы не испугались как предполагал сапогов а просто решили воспользоваться случаем добраться до отмеченного места пока все остальные заняты а что это бы объяснило даже появление лютовой рядом с мать мои могла просто-напросто решить проследить за тем чтобы заварушка не закончилась слишком быстро или попробовать найти себе напарника посильнее может быть не просто так она столько времени обрабатывала генерала нового парижа простите за такую долгую паузу все не мог решиться говорить об этом или нет но сейчас понимаю что вы все имеете право знать правду сложно правильно говорить на бегу и чтобы голос не сбился и чтобы все тебя услышали но вроде бы у меня получилось эта карта показывает место где скрыт очень мощный артефакт который поможет нам защитить наш город небольшая пауза чтобы все задались вопросом о чем это я да именно наш город вот теперь можно и продолжить его пока нет но я уверен что за то время на которое я вас покину чтобы найти этот артефакт вы обязательно его захватите и удержите медея и император слишком сильны чтобы сражаться с ними в открытую но создав свой анклав и защитив его мы сможем жить своей настоящей жизнью создадим мир где именно мы сможем устанавливать правила уф вроде бы по всем страхам прошелся причем надо было это сделать по возможности не явно чтобы лидеры моего воинства считали что сами приняли решение идти за мной арду напомнил о мощи медей он не глупый человек и сможет продолжить мысль ведь если ты считаешь себя самым сильным то зачем кого-то прощать и демонстрировать слабость нет на прощение им рассчитывать не стоит а значит он только мой тем более моя задумка с городом позволит ему проявить себя и удовлетворить большую часть своих амбиций для сапогова и тех кто как и он подумывает вернуться в ряды альянса я закинул удочку с артефактом что характерно правдивую теперь уверен и они тоже сделают правильный выбор сейчас мы разойдемся продолжаю говорить я уведу за собой наших преследователей вы же двигаетесь вперед и помните про мое задание уже скоро я вернусь найду вас и к тому моменту под вашим контролем должен быть один из городов и выбирайте не самый маленький позволив себе легкую шутку в конце я еще раз обвел взглядом бегущих рядом людей моя новая сила уверенно указывала что они по крайней мере на данный момент приняли предложенный мной план ну а что будет дальше еще увидим эх прочитать бы их мысли впрочем возможно когда-нибудь я еще смогу это сделать а пока нам на самом деле будет лучше расстаться мой отряд как я и сказал тогда наверняка сможет вырваться за оговоренные десять километров и будет в безопасности ну а я кажется меня ждет новая тайна этого мира и наверное одна из главных а еще если я останусь один то так будет проще разобраться во всех моих новых и старых способностях что они могут и нет ли где подводных камней а то не хотелось бы чтобы еще один из моих козырей такой как плащ в итоге сработал не за а против меня не дождавшись новых вопросов я резко свернул в сторону на 90 градусов и принялся удаляться от своего войска напоследок правда опомнился заглянул в захваченную повозку с телом какого-то неизвестного мне бога что люди арда вытащили из-под купола семина не буду с этим спешить но и бросать столь ценные ресурсы не стоит кстати повезло что получилось его спрятать похоже тут в мою пользу сыграла улучшение моего невидимого кармана за счет интеллекта у остальных таких возможностей не было вот им и приходилось тащить тело в реальности представляю каков был бы я сам если бы сейчас пришлось уходить с трупом на плечах ну да порой обстоятельства играют в твою пользу и нужно просто научиться это принимать еще какое-то время были слышны звуки продолжившего движения отряда а потом все скрал шелест гигантских деревьев до треск веток под ногами и почему мне немного обидно что никто даже не попытался меня остановить или предложить свою компанию кстати насчет последнего мне же будет нужен напарник и как под влиянием момента я упустил из виду такой очевидный факт и что теперь возвращаться подожди меня только я начал задумываться над этим вопросом как в кустах через которые я недавно продрался снова раздался треск и позади показалась фигура даши моя темная что ж даже логично что именно она не захотела оставлять меня одного стоп треск от ее движения как будто двоится словно девушка идет не одна а за ней крадется кто-то еще я так и не успел до конца додумать эту мысль и крикнуть осторожно когда за дальше неожиданно показалась олеся взмах меча и по земле покатилась голова так до конца не осознавший что же случилось темной мне кажется моя компания подойдет тебе гораздо больше чем ее я смотрел на спокойно приближающуюся ко мне девушку и не мог решить что же ей сказать оценить силу честно признаться что не доверяю если ты сомневаешься то подумай вот над чем она как будто поняла почему я молчу все именно тоже была такая карта и он для этого похода уже довольно длительное время готовил себе напарника ты и осипов он хотел выбрать одного из вас тут же догадался я и по расплывшиеся на губах олеся улыбки понял что попал в точку а что если она хоть немного представляет что нас ждет это может быть полезно даже если и нет все мин явно не просто так тратил время на эту парочку выходит и не подозревая об этом девушка может оказаться ключом к одному из ждущих меня впереди препятствий что ж ну вот кажется я и определился с напарником а значит можно продолжать свой путь и двигаться дальше глава 1 удар из прошлого олеся расскажи мне о своей силе мы уже какое-то время бежали рядом не слыша никаких подозрительных звуков в итоге мне даже начало казаться что мы все-таки выбрались из готовой захлопнуться мышеловки без особых потерь я могу разделять предметы а могу и свое тело отделять одно от другого насколько хватает сил например убрать крепость из оружия или брони заставив их рассыпаться перед моим ударом девушка мечтательно замолчала видимо вспоминая сколько врагов пала от этого приема и что никаких ограничений интересно расскажет или нет почему же есть на каждое разделение уходит выносливость она опять замолчала а я тут же попытался посчитать сколько атак она от себя отвела за одну лишь последнюю битву да соотнести это с уровнем ее жизни сколько же их у нее что хватило на такую прорву использований да еще и осталось или же траты настолько мизерные что она может себе такое позволить я уже хотел задать новый вопрос когда олеся протянула руку к носу вынула ватку а потом показала мне если честно я сначала не понял что это и лишь потом когда ветерок донес знакомый чуть горьковатый запах все встало на свои места это же настойка камнецвета позволяющая раз за разом получать дополнительную выносливость на доли секунды и потом тратить ее на навыки не касаясь основных запасов но это что же получается олеся достигла своего уровня благодаря мне и судя по хитрой искре мелькнувший у нее в глазах она знает кого нужно благодарить за этот и другие пузырьки лежащие у нее в запасниках интересно их много и где олеся взяла мои снадобья обобрала товарищей по отряду после выхода из начальной долины или может быть она была одной из тех супер щедрых клиентов на которых петрович начал свой бизнес после которого я покинул находку держи подумав я кинул девушке пару новых колб а уже не плюс 30 а целая сотня а ты не стоишь на месте девушка моментально оценила разницу который мне удалось достичь благодаря истинному зрению и тут же сменила ватку в носу конечно сейчас встает вопрос не поспешил ли я с ее усилением но думаю пара колба ничего особо не изменит а вот верность и желание получать именно лучшую алхимию помогут мне закрепить ее верность кстати что там говорит мой новый дар следовать за котом у нее похоже все так же без изменений кот а зачем ты достал камень неожиданный вопрос олесе выбил меня из колеи но я тут же взял себя в руки и резко обернувшись увидел о чем она говорит не знаю как это произошло но факт остается фактом мой последний украденный у медеи камень воскрешения висел в воздухе и светился нет теперь еще из него пошел серый дымок и начал складываться в человеческую фигуру и кажется я догадываюсь чью значит скрылся хозяйка ночи смогла создать рядом с нами лишь свой образ что конечно радует но даже так находиться в ее компании после недавних событий для меня мало приятного и что теперь так и будешь от нас всю жизнь бегать ну уж всяко лучше чем когда тебе отрубают хвост да по самую шею я говорил и параллельно пытался понять можно ли как-то прервать трансляцию образа как бы безобидно не выглядел наш разговор но уверен если дать медей шанс она обязательно наведет на нас погоню а хочешь мы этот вариант уберем вернешься назад принесешь вассальную клятву и свободен я даже помогу тебе с двойником разобраться да твою метку бога довести до ума личный дневник багромяна она вытащила из воздуха кипу листов все минут например пришлось довольствоваться лишь огрызками воспоминаний уже потерявшего разум старика а у тебя будет почти оригинал как она гладко стелет вот только почему мне не верится впрочем разговор получается не бесполезным например я узнал что богини уж очень хочется заставить меня перейти из статуса ученика в любой другой ну и конечно теперь я могу уверенно назвать всю линию наследования но менуса он сам потом багромян и наконец семен и ведь измельчали потомки совсем не держит марку гордого родоначальника своего пути спасибо но знаешь я как-то особо и не стремлюсь развивать эту метку а то еще станешь богом придется подрабатывать проводником испытания в которых люди гибнут проводить да что ты знаешь о миссии богов как ни странно мои надуманные сомнения задели медею да и про гибнущих людей ты так уверенно говоришь а может быть они заслужили что ты имеешь ввиду но сам подумай мы же не знаем никогда заранее кто именно победит в испытании но при этом сто процентов население этого мира можно подвести под одну черту белых овечек тут в принципе нет тебе не кажется это странным на что она намекает что они проводят испытания только в тех местах где уже собрались одни скажем так злодеи да нет есть гораздо более простое объяснение ничего странного учитывая специфику ваших так называемых испытаний напор на немотивированную жестокость и ограниченность по времени ясное дело что выживают в итоге именно те кто ставит себя выше привычных правил не пытайся скрываться от правды заумными словами ты же подумал не об этом а о своем испытании кто там был уличная банда ты же помнишь как они себя вели между прочим на их счету уже висела два трупа а девчонки с волейбола а та семейная парочка да просто продавец но не бывает таких совпадений не бывает миллионы магазинов по всей планете неужели не допускаешь что в одном из них могли однажды вечером собраться еще и не такие люди уж поверь подходящих личности в мире сейчас более чем достаточно бывает что и целые самолеты набирались и круизные лайнеры ты не ответила насчет конкретных людей что я тебе назвал черт как же все таки тяжело разговаривать с медей разговор идет как будто совсем без пауз и я даже не успеваю подумать хотя бы на шаг вперед эти девчонки перед этим затравили соперницу кандидатку в сборную юниоров если тебе интересно то для нее все закончилось таблетками и инвалидностью парочка обманом продала чужую квартиру в итоге их покупатель так и не добился правды и сейчас спивается избивая жену и дочь продолжать продавец тут пожалуй самая простая история он прикрываясь родственными связями прокручивал махинации и ловко уходил от налогов кажется мелочь но из-за этого в округе к тому моменту закрылись два других магазина что пытались работать по честному а их бывшие владельцы не придумали ничего лучше как попробовать повторить этот маневр но только увы без опыта и связей они моментально попались и теперь мотают срок один в пять другой в семь лет доволен я сам не заметил как по мере продолжения рассказа медей все больше и больше замедлялся пока сейчас вот совсем не остановился неужели это правда нет я и так не испытывал брезгливости по отношению к богам за их эксперименты относился как к данности и просто не обращал внимание а сейчас получается никаких убийств невиновных а я сам я тоже негодяй и зачем это спрашиваю я ведь знаю ответ а ты сомневаешься тебе напомнить что именно ты натворил после чего решил все бросить и пойти работать грузчиком подальше от прошлого после этой фразы я как будто перезагрузился нет не из-за того что мидея не попала в цель наоборот не знаю как и главное из кого она смогла вытянуть подробности той истории да это и не важно важно что вот так вот давить разбрасываясь информации или даже просто гладкой теорией никто не будет а значит если я раньше об этом только подозревал то теперь точно уверен от нашей гости нужно срочно избавляться олеся наплевав на ожидавшую моей реакции хозяйку ночи я повернулся к своей спутнице вот и проверим насколько ее сила хороша но и насколько она сама готова мне помогать сможешь отсечь от моего камня все кроме функции воскрешения а это ты хорошо придумал тут же среагировала девушка я уже думала что именно она может использовать как точку выхода но не смогла найти а твоя идея гораздо проще и интереснее взять и отсечь вообще все лишнее это я могу рука олеся опустилась на мою ладонь прикрывая лежащие там временное нангробие секунда и уже готовая разразиться какой-то проникновенной речью медея взяла и исчезла вот и все теперь бы еще проверить что камень не испортился подумав я потянулся к нему с помощью ритуала отказа от бессмертия естественно не доводя его до конца просто чтобы сравнить ощущения и вроде бы все было как и прежде еще раз проверил олесю восприятием вдруг что покажет тоже все чисто ну что не задерживаемся идем дальше скомандовав продолжать движение внутри я все равно никак не мог избавиться от мысли что мог что-то упустить а ведь сейчас у меня в руках мое единственное надгробие и то не факт что рабочие может быть попробовать открыть портал в теневой мир если бы там то учитывая намечающиеся беспорядки полагаю несколько секунд чтобы заглянуть и утащить пару нормальных камней у меня будет заодно и своего покровителя проведаю посмотрю как у него там дела и да с этим лучше не тянуть вряд ли он станет задерживаться у точки входа а если уйдет дальше то пантера сможет опять начать меня караулить олеся подожди меня думаю если я потрачу минуту на манипуляцию с порталом для погони это будет не критично а вот мне сразу станет спокойнее пелена тени точка входа зафиксирована на пять минут и вот способность которую я так долго использовал как обычную невидимость открыла портал в измерение где живут одни из самых опасных существ этого мира и куда я отправил главного на них охотника если честно даже интересно к чему все это привело тело тени дыхание тени стандартная подготовка для погружения в опасную для обычного человека среду а теперь шаг вперед в ушах еще звучал легкий бульк от преодоления пленки между двумя измерениями когда я ошарашенно замер на месте мне казалось я был готов ко всему яростной битве тысячам трупов и даже какой-то изощренной ловушке но вокруг не было ничего только спекшаяся земля до горизонта как будто я попал в кратер от огромнейшего взрыва после которого не осталось ни травинки ни камушка неужели это все бо устроил ведь что самое обидное с моими пятью минутами жизни портала мне не успеть добежать до края этого безжизненного пятна а то ведь опоздаю и все ход будет закрыт я останусь в плане теней без возможности выбраться нет я конечно еще попробую поэкспериментировать в голове мелькнула пара идей часть из которых были не самыми порядочными по отношению к моей напарнице но другой раз пока мне не остается ничего другого кроме как отступить разве что я постарался отковырять хоть небольшой кусочек от спекшиеся под ногами каменной линзы однако увы то ли силы не хватило то ли умения идем дальше выскочив из портала обратно и я быстро огляделся по сторонам убеждаясь что до нас пока никто не добрался значит мне не почудилась бегущая рядом девушка что-то прошептала но мне удалось уловить из потока ее мысли только эту фразу вроде бы мелочь но что-то в голосе олесе мне показалось странным необычным не таким как раньше и поддавшись моменту я еще раз проверил ее с помощью пси восприятия олеся морозова основные паттерны на текущий момент идти за котом убить кота вот это неожиданный поворот а с чего такие резкие перемены и главное что мне теперь совсем этим делать